Прямо сейчас мы обсудим два игровых дня, матчи седьмого тура и стадию плей-офф соответственно. В седьмом туре команды бороли за конечный посев плей-офф и здесь есть на чем задержаться. Вас приветствует команда Кибербаскет. Let's go! У Нижнего Новгорода была тренировка перед заключительным днем чемпионата России. Они сыграли три матча подряд с балансом побед и поражений 1 к 2. Сначала купол 2 вернул должок за первый круг регулярки, закончив матч со счетом 21 на 19, а затем и ответ на удар нанес первый купол, завершив встречу 21 на 4. Благодаря данному событию первый купол вышел на первую строчку, Нижний Новгород на вторую и второй купол на третью. Ижевчане обеспечили посев по разной стороне сетки плей-офф и могли встретиться только в финале. А вот дальше без изменений Бритворкс, Стронг Раша и Раннинг Ганнерс. Отметим героев последнего тура регулярного сезона. Кирилл Горшков из Лайтсаут выдал прекрасный перформанс в последних матчах. Связано это с изменением никнейма, пока что непонятно. Лукаш Шалашников из Бритворкс был неотразим. В защите цеплялся, в атаке забивал. В общем и целом идеальный локдаун. И я бы посоветовал присмотреться к нему перед Кубком России. Антон Гамон и купол Родники 2 выдали прекрасное окончание регулярки. Антон сиял под счетами. Словно Прометей бегал на периметре за Ваней Дубовским при разменах. Бац! И мы уже обсуждаем игры постсезона. В обоих матчах казалось, что примирство фаворитов гарантировано. Но сенсация почти свершилась. Сейчас объясню. Бритворкс закрыли Стронг Рашу в двух матчах без шансов. А вот Челябинцы приятно удивили. Но не хватило прям чуть-чуть. Купол Родники 2 и Райанганеров в центре внимания. И после первого матча казалось, что Челябинцы посыпались. Ведь на табло счет 22 на 6. Но вот во втором матче мотивацию подняли. И в серии уже 1-1. А вот в третьем матче ижевцы дожали и прошли заслуженно в полуфинал. В полуфиналах мы лицезрели два свипа. Купол первый не остался шансов в Бритворкс. Ну, прям вообще не оставил. А Нижегородцы вернули должок второму куполу за последний тур, который мы обсуждали в самом начале. В серии за третье место сразились второй купол и Бритворкс. Но у вторых игра не пошла с первого чека. И дальше как лавина ижевчане прошлись по москвичам, закрыв серию 2-0. Так и определились финалисты Нижний Новгород и Купол Родники 1. Самые сильные команды регулярного сезона. И мы переходим к десерту чемпионат России. Серия вышла такой сочной. Щуш! Нижегородцы дважды за серию выходили вперед в нечетных матчах. Кстати, первым и третьим. А ижевчане были в роли догоняющих. И в обоих случаях они восстанавливали равенца. Второй и четвертый матч серии. Ситуация, где все решится в одном матче. Последнем матче. Все, что было до уже не важно. А только здесь и сейчас имеет место быть. Именно в этом матче все поменялось местами. Нечетный матч, а в роли догоняющих уже Нижний Новгород. Купол всю игру давил и убегал вперед. Надо было счет 21-14. Купол Родники 1. Чемпионы. А это означает только одно. Король вернулся, а у Нижнего Новгорода серебро. У второго купола бронза. Так сказать, ижевский бутерброд. На этом чемпионат России подошел к своему логическому завершению. Любите интерактивный баскетбол. С наступающим и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok